Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что положено ветеранам, на какие льготы они могут рассчитывать и чему социальные службы уделяют особое внимание? Об этом мы говорим сегодня в нашей студии заместитель и руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения Самары Марина Вишнякова и председатель Городского совета ветеранов Владимир Пронин. Здравствуйте, Марина Юрьевна Владимир Николаевич. Здравствуйте. Хотелось бы сначала узнать, существует ли такая программа, но думаю, что существует, которая занимается ветеранам и обеспечивает им социальную и всяческую, наверное, поддержку. Наверное, я начну. У нас на территории городского округа Самара проживает более 350 тысяч ветеранов. Это ветераны труда, ветераны Великой Отечественной районы, различные категории. И, конечно, первостепенная задача города – это поддержка этой категории. На сегодняшний день существует у нас муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды». В рамках этой программы мы оказываем ряд разделов. Это дополнительные меры социальной поддержки, которые оказываются ветеранам. Это работа с общественными организациями ветеранов. И это проведение социально значимых мероприятий. Вот у нас существуют федеральные меры поддержки, региональные и городские. А городские что предусматривают конкретно? Я понимаю, что вы перечислили все-таки, чтобы было понятно. Потому что некоторые обращаются с вопросом, и ответ – это к региону, это федеральное. А город что? Все выплаты, которые положены ветеранам на уровне государственной власти, они оказываются по линии Министерства социально-демографической и семейной политики. Город же оказывает в рамках муниципальных программ дополнительные меры социальной поддержки. То есть то, что город сам определил и оказывает дополнение к тем мерам, которые оказывает государство. К ним, особенно вот, большое внимание у нас уделяется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Ну, понятно, это особая категория, которую мы все уважаем и которую мы ставим в приоритете. К 70-летию Победы были определены дополнительные меры в виде помощи ветеранам. Это как установка приборов учета. Сейчас очень это актуально, да. И мы нашим участникам-инвалидам Великой Отечественной в дому, в домах участников Великой Отечественной войны, компенсируем расходы на приборы учета. Это как холодное и горячее водоснабжение, так и газ, установка газов. Газ – это более дорогостоящая установка, поэтому там до 11 тысяч на один прибор. А счетчиков мы устанавливаем до 4 приборов, в зависимости от квартир, в которой там может быть сколько стояков, до 2700 рублей на один прибор учета. Это было определено к 70-летию Победы, и до сих пор у нас продолжается как бы устанавливать. Мы сейчас установили практически всем, кто обращался ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, вот эту выплату. На постоянной основе у нас предоставляется выплата на проведение ремонтных работ в квартире. По 44 тысячи рублей мы выделяем ветерана. В этом году было порядка 800 человек, мы перечислили социальных выплат на проведение ремонтных работ. Да, вот действительно актуальная тема, установка счетчиков и ремонт – это всегда актуально. Владимир Николаевич, какие инициативы Вы выдвигаете, как совет городской ветеранов, которые потом поддерживаются властями, исполнительные, представительные, в последнее время, если вспомнить? В городе насчитывается больше 354 тысяч человек ветеранов. Да, не все они ваш совет, все ваши. Все наши, 354 тысячи больше, это как раз участники и войны, и труда, люди пожилого возраста. И практически все мероприятия, которые непосредственно сейчас касающиеся социальной сферы, направлены для того, чтобы устроить их быт, их состояние, здоровье. И поэтому вот эти все программы, которые сейчас существуют у нас, вот эта программа основная в городе, она направлена на благосостояние наших ветеранов. И действительно, вот Марина Юрьевна сказала здесь, это и счетчики учета, и ремонт. И самое главное то, что в первую очередь участники, особенно Великой Отечественной, и приравленной к ним, они практически уже сейчас у нас полностью обеспечены жильем. Те люди, которые ветераны, не хотят, чтобы получать свое новое жилье, действительно, они просто просят деньги для того, чтобы отремонтировать. И вот как раз есть эта программа, где они получают 44 тысячи. И самое главное то, что у нас в каждом районе есть секция, которая непосредственно отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство. Они приходят, ходят по квартирам и совместно вместе с работниками социального нашего управления, как говорится, департаментом, проверяют состояние жилья, вот, смотрят, составляют акт проверки, там выделяются деньги, потом непосредственно то же самое принимают, как отремонтировать. Да, вот сейчас очень актуальна эта тема. Контроль общественниками, качество проведения работ. Ваши представители контролируют? Вдруг ветеран пожалуется, вот не устраивает. Обязательно, потому что, чтобы снимать такие вопросы, чтобы не было, как говорится, недовольных, как говорится, среди ветеранов, то же самое с нашей вот этой секцией жилищно-коммунального хозяйства. Они приходят, смотрят, убеждаются, и без них акт не подписывается. Вот это очень важно. В особую категорию вы выделили ветеранов Великой Отечественной войны. Какие еще бывают ветераны категории, которым вы тоже занимаетесь и оказываете поддержку? Тут вопрос заключается в том, что ветераны, они практически все одинаковые. Ветераны есть ветераны, но есть участники, и приравнены к участникам боевых действий, особенно сейчас молодое поколение, потому что практически сейчас у нас, даже мне тяжело говорить по этому вопросу, участников... Я, наверное, дополню. Сейчас, секундочку. Это, Марина. Просто у нас осталось в живых всего лишь 1155 человек на 1 сентября, чисто участники Великой Отечественной войны. Это люди пожилого возраста, и самые молодые, это практически человеку под 80 лет. И для того, чтобы, как говорится, у нас не было застоя такого, вот в общественной организации ветеранов, вот мы сейчас стараемся приглашать более молодое поколение. Это люди, которые принимали участие в боевых действиях, в локальных войнах. Это афганцы, это чеченцы, это сейчас вот сирийцы появились, Кавказ и так далее. Но этот вопрос очень тяжелый у нас он идет, потому что практически это еще более молодое поколение, они, как говорится, многие женаты, семьи у них, это до 50 лет, это еще здоровый мужчина, как говорится, ему нужно кормить семью. Поэтому общественная организация, это та организация, которая практически просто работает на общественных началах и делает то, что им помогает, кажется, государство, это город, область. А эти люди, они пока принимают участие, но желательно, чтобы они лучше принимали участие. Это немножко вопрос такой еще в скором будущем, я думаю, но это наладится, все будет хорошо. Вот есть такие насущные проблемы, которые именно ветеранам свойственные подходят. Вот бывший военный уходит на пенсию, в довольно не пожилом уже возрасте, и хочет устроиться на работу, найти другую работу. Вы можете как-то помочь и с вашей стороны что-то организовать, и с вашей решение таких вопросов или нет, или это к вам не относится? Нет, мы очень тесно взаимодействуем с Центром занятости населения, плодотворно работаем. У нас есть такая площадка, это помимо того, что Центр занятости проводит свои мероприятия, у нас есть Дворец ветеранов, наше подведомственное учреждение, где на площадке именно Дворца ветеранов мы организуем ярмарки-вакансии. Если как бы персонально обращается к нам, мы также связываемся с Центром занятости и стараемся помочь каждому, кто к нам обратился в этом плане. Конечно, у нас у самих какой-то базы данных нет, но в принципе при тесном взаимодействии с Центром занятости у нас вопросы эти решаются. Хотелось бы еще понять, какие мероприятия может организовать общественная организация? И с помощью каких ведомств и служб вы поддерживаете вот такую организацию, с кем вы сотрудничаете? Вот Совет ветеранов что может организовать? Какие мероприятия? Да, все мероприятия, которые запланированы. У нас же также создается и план мероприятий на каждый год. Все мероприятия у нас практически отработаны, потому что особенно касается ветеранов, это социально значимые мероприятия, это знаковые даты, это непосредственно, которые касаются, да, тематика Великой Отечественной войны. В основном военная, да, такая вот приоритет? У нас приоритет заключается в том, что ветераны, непосредственно общественники, они занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Это самый основной вопрос, который сейчас лежит, наверное, и у нашего государства, и нашей области, и города, и районов. Потому что молодежь нужно воспитывать в духе патриотизма, и мы никуда от этого не денемся. И вот наши ветераны, это история, это история нашей страны, история нашего государства. Вот мы говорим, идеология. Какая идеология у нас? Ну, идеология у нас самая элементарная, это история. История, но правдивая. И практически нужно молодому поколению знать нашу историю, чтобы они, извините за выражение, не лазили там куда-то непонятно, и спрашивали, чтобы их голову задурманивали чем-то. А именно говорить правду, реальную, то, что происходило с нашей страной, когда она была самая изначальная, что происходило с нашей Руссией, кто были у власти, а не просто на слышке. Какие-то ветераны, не ветераны, а какие-то злые были, государи, там Иван Грозный, там Петр Первый. Самое главное, когда человек, молодой человек, будет знать истину и правду нашей истории, нашего государства, я думаю, это будет самая сильная идеология, он будет любить свою страну непосредственно, будет государство, его никто не обманет. Как общественники, вот патриотическое направление, основным акцент на него делаете. Да, Татьяна, потому что практически у нас вот в этом году наши ветеранские организации по районам, по городу провели более 500 уроков мужества, более 500 в городе. Это совместно со школами, со школьниками. И мне очень даже, вот сейчас я скажу, приятно иногда смотреть, когда общие делают, примерно в какой-то школе единый урок мужества, и они, коллектив школы, они такие спектакли создают, что, мне кажется, их можно выпускать в Кремль и показывать это всей стране, в очень вопрос. На такой степени патриотизм, и даже иногда смотришь на них, слезы на глазах наворачиваются. Мудеи у нас очень хорошие в школах, если эту тему продолжать. Но, понятно, общественное, патриотическое направление, но все-таки ветераны, живые люди, нуждаются в поддержке, и больше, чем остальные, может быть, даже трудоспособные, такие граждане. Я перебью, но, Татьяна, вопрос заключается. Сейчас Марина расскажет, вот по поводу того, что ветераны занимаются непосредственно и спортом занимаются. И, как говорится, вот сейчас Марина сама немножко расскажет. Очень активная наша часть населения. А условия? Ну, давайте начнем со спорта. Вот какие есть условия для занятий, для того, чтобы ветераны занимались спортом в городе? Ну, значит, начнем с того, что у нас ветераны, на самом деле, Владимир Николаевич сказал, проводят мероприятие. Мы бы, вот как департамент, без общественных организаций, наверное, не провели бы ни одного мероприятия, потому что мы непосредственно взаимодействуем с ними, потому что общественные организации – это те же самые наши ветераны, в которых мы проводим все эти мероприятия, для которых мы делаем эти мероприятия. И, конечно, я когда вот пришла работать в департамент, я очень удивилась, что ветераны, вроде это пожилой уже, ну, если не считать там вот эти локальные войны, да, отбросить чеченскую войну, вроде пожилой возраст, да, и судя там по своим родственникам, тяжело куда-то вытащить, тяжело как-то это. Я очень удивилась, что они очень активны, очень активны и очень спортивны. И у нас тоже в рамках же муниципальной программы предусмотрен ряд спортивных мероприятий. У нас проходит большой фестиваль ежегодный спартакиада «Серебряный возраст». Мы проводим… Все районы города, да. Участие принимает 9 команд от каждого района. Очень активно это все поддерживается. У нас там и теннис, и там у нас какие-то эти, как игры-то… Там очень много всяких игр, да, очень все это активно проходит, очень это все воспринимается. Также у нас в нашем муниципальном оздоровительном центре «Олимп» часто проходят спортивные спартакиады, ежегодно проходят. Благодаря вот нашим муниципальным площадкам мы имеем возможность. Есть у нас дворец ветеранов, да, который тоже уникальный. Замечательное заведение. Уникальное, он вообще был создан первый в России. Вот в этом году мы 15 лет ему празднуем в этом году. И там, конечно, тоже мы собираем ветеранов, но там спортивные мероприятия, конечно, не проходят, но там проходят именно культурные мероприятия, да, это и концерты, и фестивали, и выставки очень много. Это хорошая атмосфера. И виртуальный музей там очень, да. И именно ветеранам, может быть, их надо просто как-то зарядить, да, вот это вот общение между собой, у них какой-то вот этот дух соревнований идет. И это очень воспринимается так положительно, позитивно в нашей категории. Мы за них очень рады. И сами рады. Это прекрасно. Я немножко дополню, да, с вашего позволения. Вот. Когда мы пришли вот на эти соревнования, я вот просто не ожидал. Вот как будто я окунулся, как будто дети там. До такой степени энтузиазм, глаза горят. Они бегают, суетятся, ну, не подумают, что людям по 70, по 80 лет. Радость, крики, визги там, это получается то, что действительно и переживания, и болеют они друг за друга. И с таким азартом все это делается. От них заряжаешься. Плюс ко всему, я напомню, еще у нас есть книга выпускается, книга рекордов Гиннеса непосредственно. Это ветераны, которые у нас заслуженные мастера спорта. Они принимают участие в соревнованиях на мировых уровнях. Это и призеры мировых соревнований. Это и по борьбе, и по тяжести, и лыжи, и бег. До такой степени люди готовы к этому всему. И вроде по возрасту смотришь на них. Это нужно, чтобы молодежь перенимала от них вот это все. Потому что такой азар, такое зажигание идет от них в сердце. Да, вот тоже, когда общаюсь с ветеранами, вот именно эти черты отмечаю, потому что это теплые очень люди, которые немного по-другому, конечно, смотрят на мир, не как современные. Вот прекрасно, конечно, душевный, эмоциональный заряд, настрой, это все очень хорошо. Но я думаю, что Департамент социальной поддержки все-таки основную работу проводит с какими-то проблемами насущными, да, вот помогает. Мне хотелось бы, во-первых, услышать, какие все-таки есть проблемы у ветеранов, чтобы не складывалось такое впечатление, что какие все бодрые, хорошие, приходят, занимаются спортом, поют песни и так далее. Все-таки проблемы есть, наверное. И какие может помочь решить город? Я немножко это... Нет, я немножко сейчас это... А потом Марина продолжит. Вопрос заключается в том, что ветеранам не хватает общения, понимаете, в первую очередь. Это самое первостепенное. В том, что... Потому что я может... Это не тайна никакая-то, потому что они дома сидят. И это... Ну, у кого-то есть родственники, кто-то внуки, там, правнуки и прочее, прочее. У кого-то нет. А кто-то же живет далеко. Им вот этого не хватает теплоты, чтобы с ними поговорили, с ними побеседовали. И они стремятся как раз вот приходить в тот же дворец ветеранов, приходить в советы ветеранов, общаться, разговаривать. Разговаривают о всех проблемах, которые у них есть. Вот эта проблема... Первостепенная проблема у каждого ветерана – это здоровье. Это состояние здоровья человека. У них проблема – это вот они приходят, жалуются, там, то очередность, там, то еще что-то, то лекарства какие-то. Самые бытовые вопросы, которые касаются, наверное, каждого из нас, любого человека. Но ветераны к этому относятся более болезненно. Потому что вот этого общения, теплоты и отношения к себе, они заслужили это. Вот это самое главное. Если, как говорится, наше общество уже немного, даже к лучшему это все идет вперед, 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 как говорится, если сравнить с теми 90-ми годами, которые были тогда и сейчас, это много преобразилось. И отношение молодежи к ветеранам совсем другое стало. Это даже по общению того, когда мы приходим в школу на уроки или просто встречи какие-то проходятся, видно, как молодежь относится к ветеранам. Можно обратить внимание в общественных транспортах, когда заходят пожилые люди, старушки, там, и мужчины, там, и места уступают, и места есть. Поэтому, но самый болезненный вопрос, который я говорю, это, скорее всего, это касается медицины, обслуживания, обеспечения. Самое главное того, что вот они очень долго в очередях стоят и сами прекрасно понимаете, это оно и есть. Вот озвучена проблема. Какой механизм, может быть, какой-то механизм решения? Вот что-то можно изменить? Если мы понимаем, что есть такая проблема. Но тут вопрос заключается... Или общественная организация, она не в силу? Нет, почему не в силу? Вопрос заключается в том, что если общественная организация начинает писать куда-то, на это очень быстро реагирует. Я даже благодарен тому, что именно наши руководства, как говорится, и города, и области, и министерства, все, и ведомства, они очень серьезно относятся к этому вопросу. И практически вот сейчас даже многие ветераны мне подходят, говорят, Владимир Николаевич, нужно большое спасибо сказать там министерство здравоохранения, тоже уже даже есть... Так приходят они там на регистрацию, там конкретно написано, ветераны такие-то, такие-то, они вне очереди проходят конкретно даже, кто именно. И поэтому уже, я думаю, этот момент немножко сдвинулся вперед. И вопрос, касающийся непосредственно этих медикаментов, это тоже вопрос, он как был, он и остается. Есть у нас система, которая, кажется, бесплатная, или там кто-то что-то получается, льготные какие-то получаются, но все равно дорогоизна вот этих медикаментов, он дает о себе знать. Потому что немногие, хоть если так сказать, ветераны, которые участники, у них и пенсии немножко побольше, как говорится, но все равно все прекрасно понимают и знают, люди того поколения, они привыкли считать денежку, поэтому они к этому относятся очень скурпулируют. Да. Сейчас время подведения итогов, и чтобы понять эффективность работы, это службы, ведомства, структуры, хотелось бы услышать, вот какие-то итоги за год. Вот что сделано, в частности, департаментом для обеспечения той же поддержки ветеранам? Чтобы мы уже поняли. Ну, у нас департамент работает все-таки как-то в двух направлениях. Это сейчас приоритетно, это адресная помощь. Почему? Потому что, правильно Владимир Николаевич сказал, им нужно общение. То есть до каждого ветерана надо дойти, и с каждым, ну, просто, может быть, даже иногда просто пообщаться. И, конечно, большая у нас поддержка в этом общественных организациях. До всех ветеранов, как вы уже сказали, больше 350 тысяч мы дойти не можем в нашем департаменте. Поэтому через общественную организацию мы оказываем адресную помощь. То есть мы общественным организациям выделяем субсидии. В этом году было выделено порядка 5 миллионов. Это в том числе и на поздравления, адресные поздравления. Через общественные организации мы доходим до каждого ветерана. Также, я говорю, в этом году увеличилась социальная выплата на ремонт жилья. Существенно увеличилась. В этом году она вот больше 800 человек мы дали. Это, в принципе, 44 тысячи – это достаточно хорошие деньги. В этом году мы предусмотрели новую выплату на установку счетчиков именно для вдов участников Великой Отечественной войны. Если у нас тогда раньше были только участники, инвалиды Великой Отечественной войны, сейчас мы эту категорию расширяем. Было проведено порядка больше 20 крупных городских мероприятий и более 2000 районных мероприятий. На все это департамент выделяет субсидии также через общественные организации. Потому что, на самом деле, сейчас у нас приоритеты – это охватить как больше наших ветеранов. Вовлечь как больше ветеранов, как, понятно, физическое здоровье иногда не позволяет, поэтому надо до него дойти. Если человек, ну, как-то может, боится выйти, стесняется, да, то его привлечь, вытащить из дома. Вытащить, вот это правильное слово – вытащить. Да, чтобы… Кстати, вот чтобы вытащить из дома, то говорят о социальном такси, о такой службе, то снова разговоры затихают. Вот сегодня как обстоит дело? В этом году у нас новая услуга, новая услуга – социальное такси. Она у нас в этом за счет городского бюджета, да, с февраля месяца стартовал пилотный проект, с сентября мы начали работать на полную мощность. Сейчас уже больше 6000 человек привезено. Ну, там социальное такси вроде как бы предполагается для инвалидов, но у нас все инвалиды, они практически, ну, не все, конечно, практически это те же самые ветераны. Участники инвалидов в Отечественной войне мы перевозим бесплатно, конечно. Ну, там инвалиды второй группы у нас за 50%, но все равно за 50% там получается поездка 50 рублей. 50-40 рублей, 30, и иногда даже таксисты не берут эти деньги, потому что там получается вообще копейки. Очень востребована эта услуга, мы ее, конечно, на следующий год будем продолжать. Сейчас вот как-то говорить, еще одна у нас услуга в этом году – это доступный пляж, да. Ну, как бы зимой об этом не говорить. Но с другой стороны тоже пожилые люди, все ветераны, они… Было доступно, понимаете, пожилому человеку, нашему ветерану тоже очень тяжело, это хочется искупаться в Волге, да, невозможно. Поэтому 2,5 тысячи тоже в этом году у нас посетили его. Да, и еще вот такая часто встречается услуга – стрижка бесплатная ветерана. Вот кто организовывает? Откуда это все идет? Вот у нас это тоже есть. Это тоже… Это у нас тоже есть. Потому что загадка, ну, кто же стрижет бесплатный ветеран? Это вот наш замечательный дворец ветеранов, там у них организованы дни красоты. То есть бесплатная стрижка для ветеранов, там же у нас организована и юридическая помощь, и психологическая помощь. Я говорю, очень уникальное у нас, единственное в России такое учреждение. Да. И такой вопрос все-таки для того, чтобы адресно… Вот есть такое понятие, как адресность мер социальной поддержки. Вот кто может претендовать на вот именно вот эти меры социальной поддержки? Вот кому приходят социальные работники, оказывают, вот общаются, как говорится, какую-то помощь элементарную, оказывают, покупают продукты. Это вот кто может претендовать на это? Это Центр социального обслуживания, это немножко не к нам, да. Это на уровне Министерства социально-демографической семейной политики. Есть у нас Центр социального обслуживания в каждом районе, на территории каждого района, где прикреплен соцработник, который, в принципе, сейчас их немножко там укрупнили, объединили, чтобы, например, побыстрее доходили все вопросы. Понятно. Ну, приближаются праздники. Вот Владимир Николаевич отметил, что у вас в основном военная такая тематика, патриотическая. И все-таки Новый год, считаю, что один из самых главных праздников, как бы то ни было. Что-то будет к Новому году? Я вас перебью, перед Новым годом тоже будет мероприятие, но 26 декабря это ввод войск Афганистана. А, опять же с военной тематикой связанной. Ну, к Новому году, как всегда, в районах и в городе мы тоже самое готовимся непосредственно. Это уже актив, который находится в районах, и мой непосредственно актив. Я думаю, мы соберемся все вместе. Но это не публично, говорит, мы всегда собираемся вместе. Как говорится, обсуждаем какие-то вопросы на будущий год. Желаем всем здоровья, самое главное, благополучия. Я сейчас, ну, думаю, еще рановато с Новым годом поздравлять. Но самое главное, что мероприятие, которое мы практически каждый год подводим, каждые итоги, каждый высказывается, каждый говорит какие-то недостатки. Мы не стесняемся, говорим друг другу в глаза, потому что это общее дело, и оно никого, как говорится, не обижает. Потому что действительно нужно всегда говорить правду. Когда говорит человек правду, то потом, через определенное время, можно вспомнить то, что ты говорил, а когда ты соврешь, то начинаешь думать что-то. Поэтому наш коллектив очень большой, но очень дружный. И это было показано уже не раз, особенно это касается, но это опять политика небольшая, это выборы, которые проходили именно ветераны, и относятся всегда очень и очень серьезно к этим вопросам. И практически их уговаривать никогда не надо, потому что это та категория людей, которая всегда, если говорит, она всегда делает. Поэтому я считаю, что новогодние мероприятия будут всегда проводиться, никуда мы от этого не денемся, от этого мы не уйдем. Это традиции наши еще со времен Петра Первого, когда Новый год был уйден у нас, и поэтому мы будем праздновать и обязательно отметим. Да, ну это радует, потому что, как вы уже отметили, настроение это важно. Настроение, эмоциональный, душевный подъем. А если говорить все-таки о целевой городской программе поддержки ветеранов, она до какого года будет действовать, который она сейчас действует? Она действует еще в 17-й год, но она будет пролонгироваться. А какие-то вносятся коррективы, вот мне интересно, в эту программу могут вноситься, потому что время меняется даже целое время. Конечно вносится, она постоянно вносится. Вот как нам общественная организация предложение даст, что более актуально, какие проблемы у ветеранов. Конечно мы это все анализируем и вносим изменения в программу. Я вот сейчас прошу прощения, как раз Марина сказала, что мы дадим. Вот сейчас, в настоящий период времени, как раз каждый район из нас, то же самое они планируют на будущий год свою программу. Что сделаешь, что проводить. В реформе местного самоправления, в рамках этой реформы. И где-то к 20-му числу, а может чуть пораньше, наверное, мы потом все соберем, посмотрим и общий план мероприятий на 2017 год. Именно им они посмотрят, скажут, вот это можно проводить, вот это нельзя проводить. А мы скажем, как нельзя? Они говорят, значит можно. Да, вот, кстати, я хотела тоже затронуть эту тему. Проходят же реформы местного самоправления. Сейчас вы работаете, городская организация, ну по районам, да, распределили вот эти полномочия. То есть получается, что в каждом районе есть ответственные, вот от вашей организации тоже, которые курируют. Председатели районных, да, общественных организаций. А у них всегда есть, если я не могу. В 9 районах все председатели имеются. И очень хорошо. Самые большие районы у нас, это промышленный район, кировский район, где насчитывается у них там, это по 200 тысяч ветеранов. Ну поменьше это идет у нас, самарский район поменьше там. А вы видите уже какие-то плюсы или эффект вот от проведения реформы? Вот что-то меняется или нет? Тут вопрос. Потому что вот на места ушло, да, вот сначала город курировал все, а сейчас вот даже ваша организация как центральная была централизована. Тут вопрос заключается в том, что практически все вопросы, в первую очередь, они решаются ближе к людям. Это в районах. Это те люди, которые находятся ближе к жителям нашим непосредственно. Если мы поднимаемся наверх, мы только видим, как говорится, это в телескоп или еще откуда-то. А тут, когда ты на земле ходишь, ты видишь непосредственно те вопросы, которые касаются ветеранов, просто простых жителей. И сейчас, как после выступления президента нашего, конкретно было сказано, ближе общайтесь с людьми, спрашивайте их, что они хотят, а не просто сидеть в кабинете, там написал, сделай вот так. Сейчас уже так не получится, и все вопросы, которые будут касаться особенно здесь, на земле, будут согласен непосредственно жителей. Ну у нас немножко времени остается. Вот хочется узнать у вас, в следующем году у вас есть что-то новое, появится в вашей работе, на что-то вы ориентируетесь на новое, не вот традиционно как-то схема. Я понял. В первую очередь мы будем ориентироваться на районные организации, непосредственно районные, там первички. Это те организации еще ближе, которые находятся к земле, к жителям непосредственно. Мы уже это, это ведется у нас, как говорится, мы провели уже особенно в этом году в преддверии вот этих предвыборных кампаний. И получается то, что от них уже будет идти наверх то, что они хотят. И вот эти вопросы, касающиеся, чтобы территория была, жилье было хорошее, площадки были хорошие, именно от людей, которые находятся на земле. И от этого будет идти инициатива снизу наверх. А там уже непосредственно... Марина Георгиевна, а у вас что-то вот делается ставка на что-то новое, чтобы вот какую-то инициативу все-таки внедрить, воплотить в жизнь? Что особо такое болезненное, что хочется решить? Какой вопрос? Очень коротко. Ну, конечно, хочется, очень хочется решить, сократить очередь жилья, да, на ремонт жилья. К сожалению, она все равно еще остается, да, и проблема очень актуальна. И сейчас вот слушает ветеран и, наверное, думает. А вот до меня-то еще она не дошла. И нам, конечно, очень хочется. Ну, к сожалению, мы ограничены бюджетом. Хочется всем ветеранам счетчики установить. Все-таки проблема ЖПХ подтверждает, что первенство держит. И удачи вам в решении, в помощи ветеранам. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.